Галовая тля Галовая тля Галовая тля Галовая тля Галовая тля Галовая тля никакую на себе уже нести не будет. Вот здесь тоже обращаю ваше внимание. Вначале эти вздутия такого зеленоватого цвета, а затем, когда все больше и больше поражается тлей, вздутия становятся более такими объемными. Вот я в профиле вам их показываю. Очень опасный вредитель, который может поразить не только красную смородину, но и черную смородину. И, конечно же, с ним необходимо бороться. На первых порах это может просто быть обламывание листовых пластинок, удаление их, полное удаление. Но когда вот эти галлы, наросты увеличиваются и распространяются по всему кусту, то, конечно же, бороться с ними приходится химическими какими-то способами. Естественно, это различные вещества, которые могут уничтожить галловую тлю. Вот на обратной стороне листочка, посмотрите, пожалуйста, как он сильно поражен галловой тлей. Вот буквально весен в этих бугристостях. И, конечно же, давать распространяться дальше на кустарник ему нельзя. Поэтому первоначально можно оборвать эти листья. Ну и, конечно же, без обработки уже именно этого кустарника, конечно же, нам никак не обойтись. Какие причины могут быть появления галловой тли? Ну, прежде всего, очень такая первоочередная причина – это то, что когда кустарник плохо обрабатывается от сорняков, на них очень часто тоже появляется тля на сорняках. И затем уже переползает непосредственно на сам кустарник, где питается листвой, высасывая, так сказать, соки из листьев растения. Поэтому вот этого опасного вредителя нужно, в общем-то, удалять прямо, ну, что называется, на корню. Не давать ему распространяться дальше. Какие же препараты? Ну, прежде всего, это Искра. Достаточно неплохой препарат. Это Кинмикс. Ну и Биоферм можно использовать. То есть, из химических препаратов, вот те, которые я назвала. Также можно попробовать на самом первом начальном этапе – это припудривать растение табачной пылью для того, чтобы не дать ему, так сказать, развиваться дальше. Вот. Можно обрабатывать чесноком. То есть, как бы, такие отпугивающие меры применять для этого опасного вредителя. Ну и, конечно же, как я уже сказала, если не получается дальше с ним бороться, значит, необходимо применять химические препараты или же выбрать какие-то биопрепараты, которые вы посчитаете необходимыми. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...